В настоящее время такая ситуация сложилась, на мой взгляд, не совсем справедливая. У нас некоторые управляющие компании позволяют себе такой не совсем, мне кажется, справедливый подход к работе в наших домах. Забираются дома, даже если эти дома не очень хорошо платят, но при этом у них открыт спецсчет, на котором скатываются деньги. Управляющая компания в рамках этого спецсчета выбирает наградную организацию, происходит на своей этих денег. И, соответственно, дом, если не выгоден у управляющей компании, то от этого дома, скажем так, начинает управляющая компания дистанцироваться, то есть отказываться. Тем самым, понятно, у нас есть свое управляющая компания в виде ИРЦ, и ИРЦ вынуждена забирать эти дома под отслуживанием, дома, которые, конечно, могут быть с низкой платежной способностью. У нас раньше была тенденция такая, что все-таки в нагрузку управляющей компании брали и хорошие дома, и вот такие дома. Сейчас после создания ИРЦ у нас подход, мне кажется, немножко поменялся. Некоторые управляющие компании начали хитрить и отказываться от домов, которые не приносят достаточную прибыль. Подбираем ИРЦ, ИРЦ это у нас муниципальная управляющая компания. Такой подход ровно или поздно придет к тому, на мой взгляд, придет к тому, что ИРЦ у нас просто ровно или поздно обонкройся. У нас часто очень пользуются таким термином, особенно у нас Пласса Павлович Канадов. Говорит, ну а что мы можем сделать? Во-первых, законодательство вступило в силу с первого числа этого года, с первого июля. То есть полномочия расширилась. Во-вторых, что значит у нас нет никаких инструментов для взаимодействия или за понуждение к качественной работе управляющей компании? У нас жилищный фонд составляет в городе Голоково, я имею в виду, квартирных домов, там чуть больше тысячи домов. Из них, по моим данным, 854 дома, это те дома, в которых у нас есть в рамках муниципального жилищного фонда, фактически право влиять в том числе и на управляющую компанию. У меня предложение, пусть Канадов соберется с управляющей компанией, у меня предложение, чтобы с этими компаниями повезена была беседа, у меня предложение, чтобы наши контрольные управления УЖКК все-таки изучили те полномочия, которыми они обладают. Этими полномочиями, которыми можно воспользоваться, работают с коммерческими управляющими компаниями. Продолжение следует...